Исследования показывают, что детям лучше всего, когда они живут с родителями, даже если ситуация в домашних условиях непростая. Но что происходит, когда они больше не могут жить в своих семьях? В таких случаях очень важно окружить их любовью и привлечь к творчеству. Детям необходимо образование, чтобы они могли смотреть в будущее с уверенностью. Но они также нуждаются в любви и заботе, чтобы вырасти здоровыми взрослыми людьми. Что происходит с детьми, чьи родители не могут обеспечить им должной семейной жизни? Россия – одна из ряда стран, где развивается сеть приемных семей, способных дать детям нужную им образовательную и домашнюю среду. Давайте посмотрим. Данила и его старшая сестра нашли новую семью два года назад. Их родители были лишены родительских прав из-за пьянства. Новой семьей для них стали Роман и Александра, преподаватели терапевтического сообщества «Китиш». Среди главных приоритетов новой семьи – излечить детей от ненависти к миру и научить общаться с другими людьми. Главное покоя не дает, вирус кошмара, виться на божьем имени. Грамотно решать конфликты и еще хорошо общаться с людьми. Не грубить сильно. И хорошее общение со старшими детьми. Больше общаться с ними. Четыре года назад Роман и Александра бросили карьеру и переехали в «Китиш». Поселок, расположенный в лесу в Калужской области. Они поняли, что здесь они могут изменить к лучшему жизнь брошенных детей. Для этого в «Китиш» же используют уникальные подходы. Приемная семья и школа здесь одно целое. Родители выступают в роли учителей. Проблемы решают вместе. Дети вместе с родителями работают на ферме, в саду, на строительстве собственного дома. Трудится сообща. И это часть терапевтического метода, разработанного основателем этого сообщества Дмитрием Морозовым. Почему ему так больно, что он на тебе разряжается? А с детьми же то же самое. Понимаешь, ты на него смотришь, думаешь, что он такой? А он не такой. Вот, раз, и утонул в эмоциях. И это, конечно, ни в какие ворота. 20 лет назад он переехал сюда почти без практических навыков, но с одной большой идеей. Этот способ жизни именно, это не просто воспитание. Мы здесь живем, это наши приемные дети, это наша школа, это вот наше поле, наш сад. Все своими руками сделано, и дома построены, и деревья посажены. Вот все это вместе меняет ребенка. Эндрю Айкман покинул Шотландию 6 лет назад и сейчас живет в Китеже. Он преподает английский язык, координирует работу иностранных волонтеров и пишет книгу о методах, используемых для реабилитации психически травмированных детей. Эндрю сожалеет, что во многих европейских странах эти методы вряд ли найдут применение из-за ограничительных законов. Мы можем помочь детям-сиротам восстановиться от прошлой жизни через взаимодействие на очень близком личном уровне. В Великобритании, в большинстве стран Европы и в США повторить Китеж было бы невозможно, потому что законы крайне ограничивают методы работы с детьми. Более 90 детей прошли через сообщество Китеж за последние 20 лет. Их никогда не бросают, даже после перехода к взрослой жизни. Сообщество помогает им найти жилье в больших городах и подготовиться к поступлению в вузы. О таком будущем, как показывает грустная статистика, сотни тысяч детей-сирот в России могут только мечтать. ПЕСНЯ Может ли искусство заменить потерянную семью? А может быть белые медведи или занятие музыкой? Как ни странно, но это может помочь детям. Географические исследования, музыкальные открытия, кино и спорт. Мы посетили детский дом в Гренландии, где применяют различные творческие подходы к попадающим сюда детям. Давайте посмотрим, как это влияет на их жизнь. ПЕСНЯ Детский дом Умманок – самый северный в мире. В этом маленьком удаленном сообществе в Гренландии в качестве воспитателей выступают белые медведи, охотники на тюленей, а также артисты-добровольцы со всего мира. Эти дети потеряли своих родителей по разным причинам, а теперь рискуют потерять и свою инуитскую культуру, так как из-за климатических изменений лёд тает буквально у них под ногами. Однако энтузиазма им не занимать. В чём же секрет Умманако? ПЕСНЯ Я вижу в них очень творческих людей, чрезвычайно любопытных, несмотря на их трудные жизненные судьбы и всю сложность того, что происходит вокруг них. Мы используем спорт, искусство, музыку, фильмы, танцы таким образом, чтобы дети смогли научиться выражать себя другими способами. Мы не можем развеять их боль, но мы можем научить их жить с этим, научить выражать себя другими средствами. Искусство не только спасло им жизни, оно также позволило им путешествовать по всему миру. О них был снят фильм «Инук», который поборется за премию «Оскар» с другими иностранными картинами. Недавно дети были приглашены выступить в Смитсоновском институте в Вашингтоне и получили возможность побывать в Нью-Йорке. Но инуитская культура – это в основном жизнь на льду, охота и собачьи упряжки. Детям приходится адаптироваться к различным ситуациям. Порой они должны спать в маленьких палатках. Сначала это довольно трудно, но, как ни странно, они привыкают очень быстро. Оли Йорген, как и некоторые дети и изум Монако, снялся в этом фильме. А на самом деле он один из самых известных охотников в Гренландии и по совместительству воспитатель, открывающий детям свои владения. Я думаю, что они учатся находить самих себя. Они очень быстро понимают, что нельзя сбежать, если начинаешь паниковать, что нельзя делать глупости, потому что это не поможет. Они начинают это быстро понимать. И тогда им удается быстро справиться с ситуацией, и они становятся более ответственными. Сейчас в центре у Монако живет более 30 детей. Их число варьируется, как и возраст. Они вместе едят, спят и учатся. В 97-м, не только для образования, но и как одно из средств терапии, здесь начали использовать музыку. С детьми занимается учитель музыки Йонна Фаэро с Фарерских островов. Никто не ожидал, что в детском доме будет так много музыки. Мы нашли и починили старое пианино, а сегодня на нем все играют. В доме музыка. Чтобы увлечь их, нужно использовать различные образы. Полярных медведей, снега, саней. Так вы можете объяснить детям, что смычок они должны держать, как медведь, когтями или водить им по струнам так, будто они катаются на санях. Их наставники и их искусство позволили им побывать в разных уголках мира, от Киргизии до Нью-Йорка. Но в первую очередь их ледяная музыка направлена на сохранение их национальной идентичности. Я хочу остаться в Гренландии. Я люблю Гренландию, это мой дом. Я никогда не перееду в Америку или на Аляску. Я хочу остаться в Гренландии. А какова ситуация с детьми-сиротами в вашей стране? Поделитесь с нами вашим опытом и вашим мнением на нашем интернет-сайте. А на сегодня это все в программе Мир Знаний. До свидания. Ленинг Ворлд совместно с форумом УАЙС инициативой Катер Фундейшн.